Он был простым мужиком от земли, но остался в памяти людей человеком-легендой. О нем сняты документальные фильмы и написано немало книг. К нему в колхоз наведывался сам Рихтер, а Вознесенский в своих стихах и вовсе увековечил, окрестив летающим мужиком. Его хвалили и ругали, выдвигали и вынуждали уйти с должности, завидовали и восхищались, гордились и учились. Владимир Бедуля – человек-маяк, свет которого, несмотря на то, что его нет с нами уже почти пять лет, будет светить еще долгие годы. Ежегодно 24 мая Каменецкая земля неизменно собирает всех тех, кто помнит и гордится этой выдающейся личностью. Самое, наверное, главное для нас – это учить память, дань уважения тем людям, которые в свое время прославляли нашу землю, которые делали для будущих поколений ту базу, с которой мы сегодня работаем. Тем достижения, которые Владимир Леонтьевич на протяжении своей трудовой деятельности достиг, это пример для подражания, пример для нынешнего поколения. В Каменце у бюста, установленного еще при жизни легендарного человека, в рамках историко-патриотического проекта «В строю всегда в памяти навечно» Белорусского фонда мира, собрались представители официальных и деловых кругов, бывшие ученики и коллеги, продолжатели дела несгибаемого председателя Владимира Бедули. Конечно, это человек-самородок, это человек от земли, с которым было всегда интересно работать, который всегда учил, ценил молодежь. Он говорил, как сейчас могу сказать, что три года молодого специалиста не трогайте, его надо учить, а после трех лет уже можно с него спрашивать. Почтили память легендарного Владимира Бедули и на месте захоронения в агрогородке Рясно. Именно здесь он прожил последние 50 лет, посвятив себя работе и людям. Именно здесь его проводили в последний путь, предав тело земле, о которой он заботился всю свою жизнь. Люди уходят, но память о них должна жить. Не случайно следующей точкой памятного маршрута стала Рясновская средняя школа. Стенд памяти о Владимире Бедули, который впоследствии смогут пополнять сами ученики, вклад Фонда мира в передачу памяти молодому поколению. В день рождения легендарного Владимира Леонтьевича Бедули мы включаемся в школе в республиканскую патриотическую акцию «Строю всегда в памяти навечно». Основная ее цель вспоминать не один раз в году, а вспоминать постоянно, ежедневно, помнить о земляках. Подтверждение необходимости таких мероприятий горящие глаза ребятишек кореснянской средней школы в заполненном до предела актовом зале. И их впечатления в конце встречи. Я считаю, что такими людьми, конечно же, нужно гордиться, потому что эти люди, они делают очень, он очень много чего сделал для нашего народа. Скажу честно, я не местная, тут живу два года, но неслыхана об этом человеке. И сегодня мне было очень интересно, увлекательно, трогательно узнать о нем. Понять величину личности можно только через дела и поступки. И, конечно, того, чему он учил и что стремился привнести в этот мир. Научил внимательному отношению к людям, наверное, к эмпатии, к сопереживанию, потому что без этого никак. И у него это было главным, наверное, вот его таким человеческим качеством. Ну и мы с этим идем по жизни. А еще Владимир Бедуля часто повторял. Самое замечательное, что у нас с вами есть, это жизнь. И жизнь станет раем, если страстно любить все вокруг. Наталья Луговкина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест». Луговкин вывел...